Режим кризиса. Что происходит с экономикой Германии? Понятие «режим кризиса» стало в Германии словом 2023 года. В обществе немецкого языка говорят, что слово «года» отражает реальность, а реальность в Германии довольно мрачная. Тут не поспоришь взять хотя бы экономику. В этом году страна столкнулась с рецессией, инфляцией и снижением покупательной способности населения. На днях стало известно, что правительству Германии не удалось согласовать бюджет на 2024 год. Как ожидается, по итогам 2023 года Германия станет единственной страной G7 со спадом ВВП. Еще вчера немецкую экономику называли «локомотивом Европы». Сегодня они говорят как о больном человеке. Опасное состояние паралича. Грозит ли Германии шатдаун? Из-за разногласий в кабинете министров власти Германии не смогли согласовать бюджет на 2024 год. Об этом 7 декабря сообщило немецкое издание «Шпигель». Секретарь фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Катя Маст заявила, что канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер не смогли в положенные сроки завершить свои интенсивные дискуссии касательно бюджета. Издание отмечает, что с начала 2024 года до момента фактического принятия бюджета, согласно правилам, вводится временное управление бюджетом. В этот период министерства имеют право тратить средства только в случае крайней необходимости. Им также не разрешается выделять деньги на новые проекты. Газета «Бильт» в свою очередь сообщила, что правительство до 25 декабря планирует провести заседание бюджетного комитета по корректировке бюджета на 2024 год. Тем не менее, пока не ясно, удастся ли это сделать. Ситуацию прокомментировал министр финансов Германии Кристиан Линднер. Он заверил, что задержка с принятием бюджета на 2024 год не станет серьезной проблемой. «Государство вполне дееспособно. Ни один орган власти не будет закрыт», – сказал чиновник. Немецкий телеканал ARD также попытался успокоить жителей Германии. Он сообщил, что стране пока не грозит остановка экономики, как это периодически происходит в США, когда в Конгрессе не удается согласовать бюджет на следующий финансовый год. Большинство людей в Германии даже не заметят, если федеральное правительство начнет Новый год без действующего бюджета. Учителя продолжают получать зарплату, пенсионеры – пенсии, студенты стипендии. Безбюджетный период в Германии не будет иметь ничего общего с шатдауном, как в США, то есть с общей остановкой выплат, говорится в сообщении телеканала. И все же некоторые программы финансирования будут приостановлены. Например, замораживаются выплаты субсидий на жилье и многие проекты, связанные с недвижимостью, что вызывает критику со стороны строительной отрасли. Ситуация может осложниться, если три партии, формирующие правящую коалицию, не смогут преодолеть разногласия в вопросе сокращения расходов бюджета. СДПГ категорически против сокращения социальных выплат. Зеленые не намерены экономить на защите климата. А свободная демократическая партия выступает против инициатив по повышению налогов. В итоге им придется найти компромиссное решение. Другой вопрос – сколько времени это займет. В то же время Шпигель отмечает, что спор по поводу финансовой политики привел правительство Германии в опасное состояние паралича. При этом издания обращают внимание, что сегодня раскол существует не только между партиями, но и внутри партий. Спад ВВП и угроза деиндустриализации. Чем аукнулись санкции? В этом году Германия стала единственной страной G7, где наблюдается сокращение ВВП. В октябре правительство Германии сообщило, что ВВП страны в 2023 году сократится на 0,4%. Хотя еще весной предполагался рост. При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика ФРГ сократится на 0,5%. А немецкие аналитики полагают, что спад достигнет 0,6%. Основной причиной являются высокие процентные ставки, которые замедлили жилищное строительство, а также высокая инфляция и слабый экспортный потенциал, объяснили сокращение ВВП в Федерации немецкой промышленности Германии. Стоит отметить, что инфляция в Германии снизилась в ноябре до 3,2%. Однако она значительно выше, чем в среднем в еврозоне. Немецкие потребители продолжают наблюдать рост цен выше среднего, в частности, на продукты питания. Тем временем промышленность страны страдает не только от низкого экспортного спроса, но и от высоких цен на энергоносители. Правительство страны планировало противодействовать этому снижением налога на электроэнергию, но на данный момент решение отложено ввиду бюджетного кризиса. А ведь долгие годы Германию называли локомотивом Европы. Страна доминировала на мировых рынках, и половина ее экономики работала на экспорт. Германия добивалась одного экономического успеха за другим. Пока другие европейские страны тонули в долгах, немецкая государственная казна росла. Рабочих мест также было достаточно. Экономисты писали книги о том, чему другие государства могли бы научиться у Германии. Теперь это осталось в прошлом. Сейчас Германия показывает самые плохие результаты среди крупных развитых экономик, отмечает телеканал Евроньюз. Спад в немецкой экономике начался в прошлом, когда Берлин присоединился к антироссийским санкциям. Германия лишилась дешевого природного газа, что нанесло удар по энергоемким отраслям промышленности. Речь идет о предприятии химической промышленности, металлургии и стройотрасли. Сейчас цена на газ примерно вдвое превышает цену 2021 года, что наносит большой ущерб предприятиям. Исследование швейцарской консалтинговой компании Prangot показало, что в Германии стоимость электроэнергии в ближайшие годы будет оставаться высокой, если поставки российского газа не возобновлятся в полном объеме. Потеря дешевого российского природного газа, необходимого для электроснабжения заводов, нанесла болезненный удар бизнес-модели немецкой экономики, заявил агентству Associated Press генеральный директор крупной немецкой химической компании Кристиан Кулман. По его словам, сейчас экономика Германии находится в ситуации, когда на нее оказывают сильное негативное воздействие внешние факторы. Федеральное правительство должно вмешаться, чтобы отрегулировать промышленную цену на электроэнергию, говорит глава немецкого профсоюза IG Metal Йорк Хоффман. В противном случае производство стали, алюминиевая промышленность и другие энергоемкие отрасли рискуют рано или поздно исчезнуть в Германии. Хоффман добавил, что такая ситуация затронет сотни тысяч немецких граждан. На фоне роста цен на газ в странах Европы, в том числе в Германии, США в прошлом году приняли закон о снижении инфляции. Данный закон предусматривает щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены на территории США. Другими словами, компании в США получили значительное преимущество над своими европейскими конкурентами. На этом фоне европейские компании начали переводить бизнес в Соединенные Штаты, где условия для работы более выгодные. Некоторые видят в этом опасность новой волны массовой деиндустриализации Европы в интересах США. Тем более, что к закону о снижении инфляции добавился закон о чипах, субсидирующие микропроцессорную промышленность в США, писала по этому поводу французская газета. Об угрозе деиндустриализации говорят и в Германии. Ранее глава одного из немецких профсоюзов Михаэль Василиадис заявил, что его страна столкнется с деиндустриализацией, если немецкие предприятия на фоне роста затрат на электричество начнут закрываться или переносить свое производство в другие регионы. Бьет тревогу и гендиректор немецкого сталелитейного концерна Гуннер Греблер. По его словам, если немецкие компании, выпускающие сталь и химикаты, перенесут бизнес в другие страны, то Германия потеряет свою производственную цепочку. По данным последнего опроса от Торгово-промышленной палаты Германии, за последний год число немецких промышленных компаний, предпочитающих инвестировать за рубеж, вместо того, чтобы расширять производство внутри страны, выросло вдвое – с 16 до 32%. По данным ведомства, причиной стала обеспокоенность будущим без дешевого российского газа. Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Бакхейт уверен, что проблемы для немецкой экономики создали санкции против России. «Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии о том, что мы больше не будем принимать российский газ. Решение, которое было принято еще до разрушения газопровода в Балтийском море. «Я считаю, что со стороны Германии было плохо в одностороннем порядке применять в отношении России такие меры, от которых мы сами сейчас страдаем больше, чем Россия», сказал Бакхейт в интервью телерадиовещательной компании ИРР. О том, что Германии нужно увеличить поставки энергоносителей из-за рубежа, в том числе из России, чтобы снизить цены на электроэнергию в стране, заявил в конце ноября глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст. По словам Эрнста, санкции против России привели к взрывному росту цен на энергоносители, резкому падению производства в энергоемкой промышленности и сокращению экономики Германии. Он также указал на то, что санкции против РФ ставят под угрозу процветание Германии. «Нам нужны переговоры, а не все новое и новое вооружение и новые санкции», подчеркнул Эрнст. Алхимия в немецком бухучете. Где просчитался Шольц? Еще одной головной болью для немецкого правительства стал вердикт Конституционного суда Германии, который запретил тратить 60 миллиардов евро на экологические проекты. Изначально данные средства были заложены в госбюджете на 2021 год и предназначались для борьбы с последствиями пандемии. Однако правительство перераспределило их в новый фонд. Конституционный суд постановил, что данное решение было незаконным. В итоге правительство Шольца столкнулось с проблемой нехватки денег для финансирования ранее согласованных проектов. В этой связи министр финансов Германии Кристиан Линдер заявил, что судебный запрет на перераспределение невостребованных кредитов повлечет за собой тяжелые последствия для немецкой экономики. Он также сообщил, что дыра в госбюджете Германии на 2024 год оценивается в 17 миллиардов евро. Сейчас немецкие власти спешно пытаются найти выход. Тем временем издание «Политика» прогнозирует, что такими темпами Берлин может обанкротиться. Парадокс заключается в том, что Германия сама себя уложила на этот жертвенник, а теперь понятия не имеет, как получить искупление грехов, отмечает издание, перевод которого приводит и на СМИ. «Коалиция Шольца создала сеть специальных фондов, которые не входят в основной бюджет», поясняет «Политика». Канцлер был уверен, что правительство может расходовать эти деньги, не нарушая режим так называемого «долгового тормоза». Это правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. Однако суд с этим не согласился, запретив правительству тратить деньги из спецфонда. Решение суда вынудило правительство заморозить новые расходы и притормозить утверждение бюджета на будущий год. Простого выхода из этой ситуации нет, считает политика. Шольц обещал быстро подготовить новый план, но мало кто думает, что можно будет решить эту проблему без мер жесткой экономии. Между строк судьи немецкого конституционного суда дали понять, что использование коалиции Шольца теневых фондов равноценно бухгалтерскому мошенничеству. Это та самая алхимия в бухучете, за которую Берлин чуть больше 10 лет назад упрекал Грецию. Попросту говоря, коалиция Шольца хотела и кашу сварить, и молоком не обжечься. Для этого она создавала видимость налогово-бюджетной дисциплины, но при этом свободно тратила деньги на свою амбициозную программу действий, пишет политика. Во время переговоров о создании коалиции в 2021 году Шольц предложил идею о трюке с бюджетом своим будущим партнерам – консервативно-либеральным, свободным демократам и зеленым. Сомнительно, что коалиция вообще могла бы возникнуть без такого плана. Роль Шольца вполне понятна. Однако значительную долю ответственности за эту неразбериху несет его преемник на посту министра финансов Кристиан Линнер. По той простой причине, что именно его ведомство контролировало реализацию данной стратегии. Во время переговоров о создании коалиции в 2021 году Линнер буквально разрывался между желанием поруководить и финансовыми ограничениями, за которые выступала его партия. Шольц предложил ему изящный выход из этой ситуации, указывает политика. Издание также полагает, что когда «зеленые» поддерживали манипуляции Шольца с отчетностью, угрызений совести у них не было. Если речь идет о реализации природоохранных целей, то для «зеленых» эти цели уже давно оправдывают средства. Так, в начале 2000-х они убедили немцев в необходимости вывести из эксплуатации атомные электростанции и перейти на возобновляемые источники. Они выиграли спор за избирателя обманом, пообещав, что субсидии, которые должны будут ежемесячно оплачивать потребители из-за строительства объектов солнечной и ветровой энергетики, стоят не дороже шарика мороженого. В итоге совокупный годовой счет для немецких домохозяйств составил 25 миллиардов евро. Этого достаточно, чтобы многократно загнать в угол весь мировой рынок мороженого. Такая стратегия «зеленых» также была применена в их социально-экологической трансформации. Это план превращения немецкой экономики в углеродно-нейтральную. Вот почему шок от решения конституционного суда стал наиболее болезненным для «зеленых». Они свыше 15 лет находились в оппозиции, и в альянсе Шольца и Линнера увидели триумф своих попыток убедить немцев поддержать их экологическую концепцию будущего. Революция, на которую они возлагали надежды, была в пределах досягаемости, но она выскользнула у них из рук, отмечает издание. Министр экономики Роберт Хабек, ставший лицом «зеленого перехода», в последние дни выглядит совершенно растерянным и выступает со зловещими прогнозами о грядущем экономическом Армагеддоне. «Это стало переломным моментом для немецкой экономики и для рынка труда», сказал Хабек, выступая на немецком общественном телевидении. Он предсказал, что стране теперь будет намного труднее поддерживать тот уровень благополучия, которым она наслаждалась в течение десятилетий. Режим кризиса. Что думают немцы о положении дел в стране? Власти Германии все еще пытаются убедить народ и самих себя, что государство дееспособно и никакого кризиса нет. Однако в бизнес-среде прекрасно осознают реальное положение дел. Германия ожидает экономический шок в 2024 году. Немецкая экономика находится в глубоком кризисе, и в следующем году мало что изменится. Такие далеко не оптимистичные прогнозы на этой неделе опубликовало издание «Шпигель». Издание ссылается на опрос, который провел немецкий экономический институт среди более чем 2000 компаний в Германии. Согласно опросу, лишь 23% компаний дают позитивный прогноз относительно своего развития в 2024 году. Это сигнализирует о продолжении экономического паралича в Германии, говорится в отчете института. Деловые ожидания в Германии упали до уровня осени 2022 года, когда страна переживала шок из-за цен на энергоносители, высокой инфляции и риска нехватки электроэнергии. Резкий рост цен на энергоносители после начала конфликта в Украине, геополитическая неопределенность и значительное снижение динамики развития мировой экономики объясняют экономический застой в Германии, говорят исследователи. В такой ситуации немецкие компании сокращают инвестиции и отказываются от расширения штата. Только каждая пятая компания ожидает увеличения штата сотрудников в следующем году, а 35% опрошенных компаний ожидают сокращения рабочих мест. Это сигнализирует о том, что бум на рынке труда в Германии, который наблюдался в течение длительного времени, возможно, подошел к концу, говорится в отчете Немецкого экономического института. Эксперты также прогнозируют, что в Германии продолжится строительный и промышленный кризис. Лишь четверть промышленных компаний ожидают увеличения производства в 2024 году. 38% ожидают снижения. Среди строительных компаний 54% готовятся к снижению производства. И только 13% ожидают увеличения. Тем временем в Германии словом 2023 года выбрали термин, который в переводе означает «режим кризиса». Кризисы были всегда, но в этом году кризисы и их преодоление достигли кульминации, сообщили в обществе немецкого языка. Глава организации Андреа Эвельс отметила, что слово «года» отражает реальность. А реальность сейчас довольно мрачная. Она считает, что немецкое общество еще с 2020 года находится в состоянии кризиса. «Чрезвычайное положение стало долгосрочным состоянием. Это вызывает у людей страх, неуверенность и ощущение бессилия». «Эти чувства доминируют в повседневной жизни, и люди не знают, что еще свалится на их голову», отметила Эвельс. Примечательно, что в прошлом году словом «года» стало понятие «переломный момент», которое не раз произносил Шольц в связи с конфликтом в Украине. В реальности переломный момент произошел скорее для самого Шольца. Декабрьские опросы показали, что он стал самым непопулярным канцлером Германии с 1997 года, когда начали проводить социологические исследования. Лишь 20% жителей страны довольны деятельностью Шольца на посту канцлера.